Всем привет! С вами снова Кука Видео и наш новый обзор на классные прогулочные маршруты по Москве Москва пешком. Сегодня мы с вами прогуляемся по уютному Замоскворечью в компании Замоскворечного Паринька. Сегодня мы окажемся на крышах парижского Монмартра. Мое шампанское. Позажигаем в стиле мексиканской фиесты. Самая изюминка на торте это... Расскажем, где самые вкусные бургеры. Вкуснее, чем у них в Америке. И окунемся в атмосферу азиатской эклектики. Сегодня будет много зураба церитейли. Вес более 2000 тонн. Я Баленсиаго. Ой, руки-ноги перепутал. Прям эко-фьючер. Ммм, аж вкусно у вас. Почувствуйте себя, Чарли, на шоколадной фабрике. Это просто какой-то фонтанный выпуск. Спасибо, оператор. Наш сегодняшний маршрут начинается от станции метро Новокузнецкая. 10,5 километров. Это 14200 шагов. Приблизительно. Даже Яндекс.Карты не захотели считать его целиком. И первая на нашем маршруте улица – это улица Пятницкая, которая, как мы считаем, является московским Монмартром. Так, где мой акцент? Нырь! Пятницкая – это не просто улица, это огромное пространство еще вокруг нее. Кстати, название улицы Пятницкая происходит от названия церкви Пороскевы Пятницы, на месте которой сейчас состоит вестибюль станции метро Новокузнецкая. Бабки любят меня. Почему мы считаем Пятницкую московским Монмартром? Потому что здесь царит атмосфера богемы. Много классных заведений с уютными летними верандами, в том числе и на крышах. Хатико. Верный, друг? Заведение, кстати, тоже так же называется. И опять же, в отличие от Патриарших прудов, здесь гораздо больше места. Пятницкая – одна из старейших улиц замоскворечья, пропитанная духом купечества. И гулять по ней – одно удовольствие. Тихо, просторно и уютно. А по вечерам эта улица превращается в одну сплошную богемную тусовку. Как мы оказались в этом заведении? Нам нужны были луковые кольца. Для чего нам нужны луковые кольца? Для того, чтобы задать один единственный вопрос. Александр Рогов, как вам мой лук? Как вам мой лук? Как вам мой лук? На самом деле, это какой-то луковый заговор. Мы смогли найти луковые кольца в одном заведении на все замоскворечья. Но мы находимся в другом заведении, а не там, где их купили. Потому что там нам не понравился свет и интерьер. Поэтому мы взяли их с собой, принесли сюда и отсняли. Почему пропали луковые кольца в Москве? Мы их, в принципе, не любим. И они нам не надо. Но как стало надо, так их и нет. Луковый заговор. Район замоскворечья – это район посольств. И сегодня вы увидите некоторые из них. За моей спиной – особняк купца Коробкова. Между прочим, памятник русского модерна 19 века. С 22 года здесь посольство республики Ганна. Современная Пятницкая улица достаточно широкая и обустроена велосипедными дорожками. Велосипедисты наконец-то теперь знают свое место на этой улице. Ну что, готовы отправиться на крышу Монмартра? Погнали! Среди многочисленных заведений на Пятницкой для обзора мы выбрали гастробар Ираковая в Ус-Недул. С восхитительной летней верандой на крыше. Как на Монмартре. Не в каждом заведении со средним чеком в центре Москвы вы встретите подобную веранду. Здесь просто великолепный вид с крыши. И по-любому видна Эйфелева башня. Где-то там. Вы дали фартук к мидиям. Фартук мне там уносит. И перчатки. Давайте насладимся. Мидии соусе дурблю. Кстати, мидии во Франции одно из самых популярных блюд. Великолепно. Да, очень вкусно. Соус дурблю. Зачет. Сейчас я там докопаюсь. Чем прекрасны мидии в соусе дурблю? Потому что дурблю обычно в мидиях столько, что можно еще и гренки в него макать. Почувствуйте хруст французской булки. Слышно? Фартук будем поправлять? Надо было подвязки еще снизу сделать. Как и слюнявчиком. А вот в чем разница между съемкой в будни и съемкой выходные. Звуков сторонних меньше. Зато в будни скидка 30% на все меню. Выбирайте. Помните, в первом обзоре мы вам рассказывали, что в Москве строчителят все подряд? Так вот. Строчителят. И это очень вкусно. Если вы все еще строчителите, тогда мы идем к вам. Кстати, в гастробаре в ВУЗ НЕДУ действует интересная акция. Если у вас есть тусы, то вам бокал любимого напитка в подарок. Я слышу французский шансон. О-о-о-о. Редориан. Это просто замечательнейшая летняя веранда на крыше. Ну что, погнали дальше? Нас ждет еще много интересного. Чувствуете в воздухе ароматы шоколада? Мы находимся возле фабрики Ротфронт, на которую набрели случайно, завернув во второй Новокузнецкий переулок. Она была основана в 19 веке изначально как семейная кондитерская по производству леденцов, а после революции национализирована и переименована в Ротфронт. Название Ротфронт не имеет никакого отношения к рту. Это название левой радикальной партии Германии начала 20 века. Что-то типа немецких коммунистов. Однажды в далеком-далеком прошлом делегаты от этой партии приехали в тогда еще молодой Советский Союз, посетили фабрику и в честь них ее так и назвали. Интересные факты. А сейчас Ротфронт – это огромное производство с широким ассортиментом сладостей на любой вкус. И магазинчик уютный при фабрике есть. Здесь можно купить сладости прямо с фабрики. С пылу жару. Те самые ароматы из детства. Здравствуйте. Пожалуйста. Карту дарили. Очень приятно. Те самые батончики Ротфронт. Помните? Аж вкусный вот. Это кинотеатр 5 звезд на Павелецкой. Про него мы ничего рассказывать не будем, потому что съемка в нем запрещена. Но там есть пидстоп. Хотите ощутить себя в эко-будущем? Белкам! Мы на Павелецкой площади. Рядом с Павелецким вокзалом. Раньше здесь была совершенно непримечательная привокзальная площадь. Такси и куча асфальта. А теперь здесь уютное зеленое городское пространство в стиле хай-тек. Как говорится, увидеть другую Москву. Здесь можно классно почилить в центре города. Прям эко-фьючер. А еще здесь есть огромный трехэтажный торговый центр под землей. С пидстопами. Собянь молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Дом музыки Хоть фэшн, хоть свадьбы Кому что нравится И никто не испортит вам кадр Я Balenciaga Холодный и дорогой А я H&M Дешевый и веселый Дом музыки Это огромный филармонический комплекс Крупнейший в России и в мире Один из Весь комплекс был построен всего за два года В 2002 году А на крыше дома музыки Кто бы мог подумать Плюгер в виде скрипичного ключа Нашего уже знакомого скульптора Зурабо Церетели Сегодня будет много Зурабо Церетели Плюгер весит 9,5 тонн И устанавливали его вертолетом Благодаря сложному механизму шарниров Плюгер все равно может вращаться на ветру Как будто и не весит 9,5 тонн Кстати, это гостиница И крутой бесплатный пит-стоп Две мишленовские звезды Выдаются ресторану, ради которого стоит поменять свой маршрут Мы сменили наш маршрут И вот мы в Мадам Ротче У этого заведения пока нет мишленовских звезд Потому что она открылась всего пару месяцев назад Но уже сейчас сюда достаточно сложно попасть Бронировать лучше заранее Есть рестораны направлений Как, например, направлений итальянской кухни Направлений японской кухни А есть рестораны концепции Когда авторы такие говорят Нам не важно, чтобы все было логично Главное донести идею Концепция Мадам Ротче Это полная эклектика с азиатским уклоном В интерьере вы увидите множество уникальных арт-объектов И это действительно впечатляет Я вам сейчас угощу нашей настойкой Черноплодная рябина с хересным брендом Выпьем напротив американского стола Точной копией Весь декор и все по объему в этой стилистике Даже полы для этого заведения Сделаны специально на заказ Под ногами у нас сейчас с вами находится мрамор Ему более 100 лет Добыт на вас в карельском карьере Также он был во дворце культуры Серпы Молота 2022 года Откуда мы его, так сказать, задекорировали История Мадам Ротче Женщины, а не заведения Началась в начале 20 века в Гонконге И тогда Мадам Ротче содержала бордель Но, как говорится, времена меняются Власть меняется И Мадам Ротче тоже произвела рембрендинг И продолжила ублажать своих посетителей Только уже гастрономией и напитками У вас здесь великолепная веранда на крыше, оказывается У нас будет располагаться зона тизи-бара Мы такой мексиканский вайл будем ловить На этой, так сказать, атмосфере Вечером будут у нас такие фонарики зажигаться Так сказать, будут вечеринки Будем хотели давать такие тропические В ананасе, кокосе И вот такую атмосферу будем, так сказать, в этой зоне ловить А, в принципе, как у вас вообще средний чек? Вот за коктейль с бананосием На тысячу рублей Большой коктейль на двоих Да, конечно, можно и на троих там Можно еще и на троих Будем жарить мясо, рыбу По утрам яичный сомблет Также можно почувствовать себя как дома Поэтому мы себя позиционируем как дом Как особняк в Адам Ротче Мы попробуем Как только мы вошли в ресторан Нам сразу предложили много аперитивов К вашему вниманию Здесь у нас настойки собственного производства Здесь комбуча Ну, как говорится, за демократию Джинь Мы изготавливаем в нашей лаборатории В секретном баре Такая у нас красная комната Таинственная Вот, по завершению вечера Там можно расположить Сопроводом наши авторские коктейли Их свыше 200 Прям в меру терпкая И такая прям осень Клево Это эксклюзивно тоже Все готовим сами Эксклюзивити Нам рекомендовали здесь какой-то невероятно вкусный коктейль Не, ну ничего Вкусненько А заказали мы еще холодные и горячие закуски Кстати, хлеб Пекется здесь в авторской печи Компания GrillVet Итальянская компания Выпустила ее специально для нас Она эксклюзивная Единственная в принципе в мире За пультом у нас стоит осетиную Лепешки получаются очень бомбовые Мизе из печеного перца Мизе вкусное Прям великолепно Маринованные перепелиные яйца Я никогда не пробовал в принципе перепелиные яйца Интересный вкус Маринованные с легкой остринкой Очень нежный желток Авокадо Нам тут его вынесли красиво Тут было какое-то шоколадное яйцо В нем было еще масло из трав Освежает Авокадо огонь Шашлык из куриных сердец Привычание Шурика А компот? А вот компот Слива Что-то, короче, вкусное со сливой Куриные сердца великолепны Прям подкопченные Очень достойно Если честно, я первый раз пробую такие куриные сердца Какой-то интересный перечный соус Куриные сердца просто огонь А с перечным соусом вообще огнище Куриные сердца абсолютно рекомендалити Брокколи на шампурах Хорошие свежие овощи Великолепно Пикантные закуски Ананас с кимчи Освежающий Цитрусовый и острый Йогурт с огурцом Освежается Грибы, что ли, не пробовал? Там тоже что-то такое острое, да? Моя сердечка принадлежит к куриным сердечкам Кайф Прям какой-то гидонин Спасибо вам за информацию Очень интересно И еще много историй о заведении вам расскажет персонал Не стесняйтесь спрашивать Ребята очень дружелюбные И все жаждут рассказать историю Это была первая часть выпуска Москва пешком за Москворечье Маршрут оказался настолько длинным Что все в один выпуск не влезло Поэтому смотрите продолжение в следующем выпуске Великолепные виды Целое море цветов Современное искусство Такое современное Блин Лежачие скульптуры От творения, созидания и всякой билиберды Грех не хлопнуть И оказаться возле домика исполнения желаний Смертельный номер Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки под этим видео Жмите на колокольчик Чтобы не пропустить выпуски новых видео Оно того стоит Хей!